Это кто по национальности? Не принципиально. Шутят и шутят. Драйв. Штука драйвовая. Что произошло в твоей голове? Драйв притупляет чувство страха. Ты безбашенный человек. Этого драйва не хватает в регионах. Теперь мы все это понимаем. Это как раз самая, что ни на есть драйвовая штука. Просто спросил. Чего ты сделал на фикс пляжа? Друзья, всем привет. Рад приветствовать вас в очередном выпуске рубрики лица, в котором мы знакомим вас с персоналиями рынка недвижимости, с людьми, которые двигают его вперед. И сегодня наша мобильная студия располагается в башне империя, та, что в Москва-Сити, потому что именно здесь находится офис компании Куртроз. И пообщаемся мы сегодня с директором, с генеральным директором этой компании и зовут его Станислав Киселев. Оставайтесь с нами, будет суперинтересно. Мы начинаем с Блица. Итак, генеральный директор должен быть, продолжим мысль. Надежным. Пляж или горы? Горы. Три вещи, без которых ты не представляешь своего дня. Утренний кофе, звонок к супруге и нагоняй от акционеров. Любимый алкогольный напиток? В зависимости от настроения. Если настроение такое эго-гей, тогда непринципиально. Аренда или ипотека? Ипотека. Все-таки ипотека. Ипотека. Стас, ты окончил Уральскую академию госслужбы и первые 10 лет своей карьеры ты, в общем-то, работал по профессии. Что это было, кстати, за работа? Это была работа в информационно-аналитическом управлении Мингосимущества Свердловской области. Я считаю, что мне сильно повезло, потому что я был на должности нестандартной и неформатной для чиновничества. То есть это была не бюрократическая должность, это была работа с госпредприятиями и акционерными обществами с участием государства. Поэтому первое понимание о особенностях бизнеса все-таки сформировалось, как это ни странно, на чиновнической службе. Ты заступил на чиновничью службу где-то в районе 97-го года, да, в конце 90-х? Да, да. А как в итоге тебя занесло вообще в строительный бизнес? Что произошло в твоей голове или в твоей жизни? Как ты попал сюда? Да, как всегда случайно. Все важные вещи происходят неожиданно в судьбе человека. Был период работы в Мингосимуществе под руководством Голубицкого. У него была команда. Я в то время был молодой, зеленый и, естественно, к этой команде не относился. Но когда Голубицкий пошел в строительный бизнес, он забрал свою команду и волей и судеб мне поступило предложение поработать. Ну, а дальше долгий период доказывания, что ты не верблюд и способен на что-то. Какие способы ты использовал для того, чтобы доказать, что ты не верблюд? Да, впахивать. А человек? Ты ведь человек. Да, нет, я скорее не человек, в этом смысле был скорее робот. Важно было доказать, что ты можешь впахивать с утра и до победы и что-то притаскивать в качестве результата. То есть ты прям вообще, прям пахарь, можешь себе назвать пахарь. Да, да. Это доказывает в том числе, что у тебя есть степень MBA. Да, это был бег за знаниями, которые спасут тебя в жизни. Но получилось так, что это немножко другой род деятельности, который позволил мне немножко отдохнуть, передохнуть, посмотреть на жизнь другими глазами. И как ни странно, вот этот вот период, когда ты переключаешься, что-то переосмысливаешь, приводит к тому, что ты делаешь шаги, меняющие твою жизнь. После этого обучения, после получения степени MBA решился отправиться на должность руководителя проекта в Перми. Вот ты долгое время работал в Перми. Чем принципиально отличается, если, конечно, он отличается, рынок недвижимости региональной от московского? Да, принципиально всем. То есть, ну, нет регионального рынка. Реально всем. Ну, всем. Вот абсолютно всем. То есть, это и сама территория с ее особенностями. Ну, Пермь, Москва. Ну, отличается, чувствуете, да? Масштаб. Динамика. Кстати, вот динамика — это то, что меня всегда смущало. И в некотором смысле сейчас даже, можно сказать, что давит. В регионах мало динамики. Слава Богу, что наши проекты, которые мы реализуем, достаточно активны, динамичны. И дают возможность людям чувствовать себя в достаточно подвижном состоянии. Но вот то, что есть в Москве, этого драйва не хватает в регионах. Особенности клиентов. Ну, вот, например, до последнего времени в региональных проектах офисы продаж, как правило, в выходные не работают. Люди не ездят на площадки за выбором квартиры по выходным. В Москве выходные дни — это самое главное. Люди не ездят на площадки по выбору недвижимости по выходным, потому что офисы не работают или потому что люди не ездят? Потому что люди не ездят. У них суббота, воскресенье — это выходной день. Все, отдыхаются. Поиском квартиры занимаются в рабочие дни. Я себе слабо представляю московского бизнесмена, который может себе позволить какое-то время выделить рабочий день для того, чтобы посмотреть. Ну, как я себе представляю, пермского бизнесмена — это человек, у которого есть шуба, соболеная шапка, есть двухсотый крузак и ружье. Ну, и он бизнесом управляет. И характер, главное, характер. Там народ такой, что хрен проломишь. Да. Ну, просто в моем представлении вот такие северные мужики-бизнесмены. Это не север, это западный Урал. А, извини, пожалуйста, не хотел тебя видеть. Ну, почему меня-то? Не, я с огромным Женем отношусь к пермскому бизнесу. Да и вообще к региональному бизнесу. Это люди вот с правильной закалкой, со своим пониманием смысла жизни, со своим движением по выбранной траектории. По крайней мере, большинство из них что говорит, то и делает. Это важно. Чего не скажешь о многих москвичах, да? Конечно же нет. Так, давай, все, передаю тебе слово. Уважаемые друзья, вот отсюда начинается наш картроз. Сюда приходят наши клиенты. Первый форпост, наш ресепшн, который с улыбкой вам скажет, куда вам дальше двигаться. Куда нам дальше двигаться? Налево, пожалуйста. Вперед и только вперед. Пошли налево. Вот здесь у нас размещается коммерческий блок. Видите, все заняты. Коммерческий блок это что значит? Это те, кто занимаются продажами и управлением продажами. Слушай, а ты сказал, что у вас достаточно молодой коллектив. Да. Какой у вас средний возраст? Средний возраст, если говорить одну цифру, то наверное 32 года. У девчонок много красивых? Это наш особый упор, что называется. Да. Особенно те, кто работает с клиентами, очень много красивых девушек. И скажем так, не просто красивых, но еще и умных. А подожди, покажи мне фаворитку свою. Это я тебе потом покажу фотографию. Правильно я понимаю, исходя из твоих слов, что работать на пермском рынке недвижимости сложнее, чем в московском? Нет. Сложности есть везде. Я бы не сравнивал, где сложнее работать. Московский рынок более маржинальный, поэтому все те усилия, которые ты тратишь, они возвращаются тебе больше маржинальностью, чем в региональных рынках. Слушай, а ты кто по национальности? Русский. Я просто почувствовал небольшой акцент. Да, наверное, уральский акцент остался. Ну, кстати, и пермский акцент, я думаю, что тоже присутствует, поскольку люди, которые в Перми поработали, люди, которые в Перми пожили, потом переезжают куда-то, они сохраняют специфику речи. И вот вернувшись из Перми, пермский акцент я очень серьезно чувствую. То есть, я думаю, что это влияние на стиль, особенности речи оказывает. Один из, наверное, самых ярких проектов не только компании Кортрос, но в принципе московской рынке, это жилой комплекс «Дом Серебряный Бор». Вот скажи, кто этот человек, компания Кортрос, который сказал, что здесь реально построить дороженный жилой комплекс и просто выстроить ему такую очередь из покупателей, что просто не успеем построить дом, квартира уже будет распродана? Ох, да, тут можно с вздохами смотреть на историю принятия решений. Хорошо, что команда Кортроса молодая, отважная. Вот еще бы какое-то время позже, наверное, бы не приняли такое решение. Это было командное решение, ответ на вопрос, а кто этот человек? Это команда Кортроса. И обсуждение было очень серьезным, вплоть до руганий, взаимных оскорблений и так далее. Надо сказать, что мы даже недооценили масштаб сложности, с которыми мы столкнемся на этом проекте. Но при этом понимали, что для того, чтобы зарекомендовать себя на московском рынке, нам этот проект крайне нужен. То, что мы сегодня сделали, мы себя показали должным образом. Ну, а какие основные сложности при реализации этого проекта, на твой взгляд? Ну, действительно, это работа в окружении особо охраняемой природной территории. У нас из окон дома в буквальном смысле можно дотянуться до ветки дерева. Ни одно дерево не пострадало, не погибло. Хотя нам рассказывали разные истории по этому поводу. Организуйте строительный процесс так, чтобы все было нормально с окружающей зеленой застройкой. Пардон. С окружающей зеленой застройкой. Да, с зелеными насаждениями. Само только это, это уже серьезная работа, серьезная организация процесса. Второе, мощный негатив, с которым мы столкнулись со стороны, я подчеркиваю, не жителей, а активистов, которым надо попиариться на чем-то. Много пришлось перетерпеть, но при этом, опять же, открытость компании, готовность к диалогу, готовность доказывать свою правоту, готовность выполнять строительно-монтажные работы с минимальным шумом, с максимальной скоростью. Ну, посмотрите, мы за год выгнали коробку полностью. Все, мы сейчас внутри дома работаем. Все-таки принятие решения, оно понятно, командное, а вот ответственность точно на одном человеке. И тут мне себя совершенно не стыдно обозначить в качестве ответственного. Ну, теперь уже да. Но тогда, мне кажется, должно было быть немножко страшно, да? Знаешь, иногда драйв притупляет чувство страха. А ты вообще отважный человек по жизни? Был, нет, но ощущение того, что ты не отважный, оно приходит с осознанием лет в 20, наверное. А потом ты для себя делаешь вывод, ты меняешься или не меняешься. Поэтому то, что сейчас приходится принимать определенные решения, то, что за тобой стоят и проекты, то, что за тобой стоит очень серьезный коллектив. Ну, и самое главное, то, что тебе доверяют акционеры, у тебя ответственность перед акционерами, это заставляет быть где-то отважным и где-то даже, наверное, безбашенным. Приходится принимать решения, в которых ты не сам до конца уверен. И в этом смысле включается определенный орган чувства, которым ты понимаешь, что будет успех или не будет успех. Вот недаром говорят, в тихом омуте черти водятся, потому что твоя внешность, она вовсе не говорит о том, что ты безбашенный человек. Но теперь мы все это понимаем. Да, да. А еще Картроз себя покажет новыми проектами, поэтому у нас вся команда безбашенная в этом смысле. Слушай, вот сижу и периодически смотрю на твои ботинки. Отличный выбор. Да, к сожалению, приходится часто чистить их. Слушай, но обувь – это лицо мужчины, я так скажу. Вы здесь переговариваетесь, да, судя по названию этой комнаты? Мы здесь переговариваемся, бросаемся друг друга стаканами, водой. Если, смотри, если, предположим, ну вот у вас здесь сидит много человек, один начинает нести какую-то чушь, ты ему демонстративно отключаешь микрофон, все. Знаешь, как в Думе это делают? Типа, когда человек начал критиковать Путина. Ну, конечно, микрофон, конечно, да. А у вас здесь видеосвязь, да? Видеосвязь со всеми регионами присутствует, да. А какой сервис используется для этого? Скайп? Я даже не знаю. Вот шнур. А, шнур, да, у нас как раз в каждой регионе тоже его слушают. Это, кстати, маленькая часть академического. Это маленькая часть, я бы дошел этого кота. Да, всего один миллион квадратных метров. Всего? Это как бы преуменьшаешь его размеры, этим словом, или всего в общей сложности? Нет, всего, преуменьшая размеры его, да. Всего-то лям. В академическом мы построим 9 миллионов квадратных метров жилья, не считая социальной, коммерческой инфраструктуры и так далее. Некоторые компании за всю карьеру столько не строят, а вы только в Екатеринбурге, в академическом построите 9 миллионов. Построим, не сомневаемся. Почему на официальном сайте Кортроса нет информации о таком проекте, как Центра Сити? Да некогда было просто разместить на сайте. Ну, все, стройкой занимались, не до сайта было. Всем ты занимаешься, да? То есть ты обновлением сайта занимаешься? Ну, сначала, да, с утра кирпичи, да, потом сайтом позанимались. Да нет, на самом деле Кортрос, компания, очень серьезно относящаяся к всему тому, что делается вовне. На сегодняшний день этот проект с точки зрения портфеля компании пока в особом статусе. Это проект, принадлежащий нашим акционерам. Кортрос существует там как технический заказчик. То есть мы там с лопатой стоим. Иные проекты у нас стоят на балансе. Поэтому в формально-юридическом плане на свой сайт мы его в прямом смысле разместить не можем. Расстояние от ближайшего дома этого проекта до Москва-Сити, там, я не знаю, может быть метров 500, но очень близко, короче говоря. Но территория, окружающая жилой комплекс, она достаточно недружественная. То есть там автострады, какие-то там склады, железные дороги и так далее. В общем, там особо не погуляешь. Предусматривается ли возможность соединения Москва-Сити и жилого комплекса Центра-Сити какими-то пешеходными маршрутами, чтобы можно было напрямую пройти? Ну, прежде всего по теме окружающей среды, никакая она не недружественная. Это, скажем так, вся территория будущего проекта Большой Сити. Ну, недружественная, я имею в виду на сегодняшний день. Ну, на сегодняшний день, да. На сегодняшний день, если ты возьмешь, сейчас выйдешь из башни Империя и попытаешься напрямую пройти к Центра-Сити, у тебя этого не получится сделать. Да почему не получится? Получится. Я забыл, ты же перемяк. Пойдем, пройдемся, я провожу любого до туда. То есть, совершенно комфортным маршрутом в этом нет никакой проблемы. Более того, что называется, на вкус и цвет товарищей нет. Знаешь, что во время, когда мы переехали сюда, в Сити, я не очень понимал особенности вот этой вот среды. Толпы народу куда-то бегут, что-то там надо протолкнуться где-то. Сегодня я просто не представляю жизни без этого. То есть, все-таки драйв, штука драйвовая. И то, что мы сегодня предлагаем в качестве продукта под названием Центр-Сити, это как раз самая, что ни на есть драйвовая штука. Молодой, амбициозный, у которого нет времени на то, чтобы отдыхать, поспать, насладиться комфортом, вот в обычном понимании этого слова, да, там деревенским комфортом. Это наш клиент. Приезжай, комфортно живи, мы создадим все условия для того, чтобы твой главный ценный ресурс жизни, твое время был максимально для тебя сэкономлен. Поэтому уровень, тот, который мы предлагаем с точки зрения качества самого продукта, он наивысший. С точки зрения транспортной доступности, из этого проекта, из этой локации можно добраться до любой точки Москвы очень комфортно, разными видами транспорта. Связь с Москва-Сити, одна станция метро, либо пешая доступность, ну и то, что было заложено в своем вопросе, нет ли у вас в планах дорожку. Пока на архитектурных проработках такие идеи есть, но с точки зрения реализации мы пока не очень готовы к этой истории. Все-таки рядом очень серьезные инфраструктурные магистрали, транспортные, инженерные и так далее, это требует серьезной проработки. Стас, сейчас активно обсуждается вопрос о скором переходе от долевого строительства к проектному финансированию. Твои коллеги по рынку говорят о том, что это первое, уберет очень многие строительные компании с рынка, в принципе выбросит. И второе, это увеличит стоимость квадратного метра минимум на 40%. Согласен ли ты с мнением своих коллег? Ну и да, и нет. Первый, кстати, был ну. Давай все три ответа сейчас обосновим. Да, ну, потому что на сегодняшний день все-таки изменение федерального законодательства о долевом участии в строительстве, это поправки, которые вступят в силу в середине следующего года. И сегодня ведется диалог о том, что все-таки это не финальная редакция. Как бы там ни было, но тем не менее. Поэтому это ну. В чем согласен? В том, что это действительно приведет к перегруппировке на рынке. Рынок становится уже сегодня более профессиональным. И причина тому не изменения в законодательстве, а причина тому в изменении отношения клиента к выбору своей жизни под названием квартира. Сегодня люди, которые приходят, покупают квартиру, это не те люди, которые приходили вчера, покупали квартиру. Это очень серьезно подкованные, грамотные, видевшие очень много предложений на рынке люди. Сегодня уже на рынке мало людей, которые готовы притащить мешок денег под проектную декларацию. Такого нет. Кто ты на этом рынке, чего ты сделал, что ты реализуешь в данном конкретном месте, в данной конкретной локации, это все факторы для принятия решения. Просто так тебе деньги сегодня никто не принесет. Ты 10 раз станцуешь перед клиентом, ты 10 раз покажешь свои результаты, он еще притащит к тебе юриста, строителя и жену. Три раза все обсудит, а потом только примет решение. Поэтому не каждый сегодня девелопер, застройщик готов к таким условиям на рынке. Согласен со своими коллегами на то, что это приведет к увеличению цены. Все-таки за безрисковую сделку надо заплатить дополнительную маржу. Поэтому с одной стороны риск, с другой стороны плата за отсутствие риска, с другой стороны плата за качественный продукт, а нынешние девелоперы и завтрашние девелоперы будут представлять продукты совершенно иного качества, все это станет условием для роста стоимости. Те, кто пережили несколько кризисов, те, кто сегодня уверенно смотрит завтрашний день, те и останутся. Все остальные нафиг с пляжа. С чем не согласен? То, что произойдут какие-то катастрофические изменения. Нет, такого не будет, никаких катастроф не будет. Рынок просто оздоровится. Не согласен с ростом цены на 40%. Ну это из разряда, давайте пуганем кого-нибудь. Но вообще, конечно, покошмарить тоже бы хотелось, кому-нибудь сказать, вот завтра 40%, поэтому приходите сегодня и берите за плюс 20%. Вот идет рабочее совещание, обсуждают вопросы. Да, очень серьезно, видите, люди все с серьезными лицами. Да, мне даже смотрит это страшно. Обсуждают миллиарды явно. Кто здесь вообще, какие отделы здесь располагаются? Здесь службы, которые занимаются управлением московским регионом. Здесь служба безопасности, снимать не надо. Это вот эта служба безопасности была? Да, секретная служба. Очень такой серьезный дядечка там сидел. Да. Сознание. Служба заказчика здесь, это наш технический блок. Те, кто занимается непосредственно строительством, организацией строительства, контролем, надзором, проектированием. В общем, весь технический интеллект он здесь размещен. Слушай, здоровый у вас офис-то вообще. Сколько у вас площадь, занимаемых вами помещений? Пять тысяч квадратных метров. Пять тысяч? Да. Можно остаться только догадываться, сколько все это стоит в Матхвасите? Да. Мы отрабатываем это. Я сейчас буду тебе читать о компании какой-то строительной, некоторые факты. А ты должен будешь угадать, что это за компания. Давай попробуем. Ты, кстати, хорошо знаешь строительный рынок? Да нет, конечно, я ее вообще не знаю. Все, закончили? Смотрите. Смотрите, шутят и шутят, не унять его. Итак, первая строительная компания. Она была основана в 93-м году в крупном российском городе, то есть не в Москве. Со временем из лидера регионального рынка превратилась в компанию федерального масштаба. Один из московских проектов этой компании, благодаря неординарной рекламной компании в интернете, с привлечением звезд первой величины, стал известен на всю страну. Вообще не знаю. Даже догадочек нет. Даже догадочек нет. Так, давай я сейчас пою песню тебе. Архитектура, инфраструктура, культура. Слушай, вообще не в курсе. Хорошо, название компании состоит из трех букв. Слушай, я тебе проще скажу. Для меня на этом рынке существует одна компания. Угадай какая. Дай подумать. Так, так, так. Компания, компания. Какая ты из Пермиев. Какая-то пьянская. Ладно, это компания Куртроса, я так предполагаю. Угадал. Хорошо, рубрика «Игра» закончена. Давай вернемся к твоим корням. Ты родом с Урала. Да. В каком городе ты, кстати, родился? Это сложная история. Мы готовы ее выслужить от и до. Да. Фактически родился я в городе Куса, Челябинской области. Зарегистрирован я в городе Качканар, Свердловской области. Это по паспорту. Да, это по паспорту. Где ты проживаешь? Проживаю в Москве. Временная регистрация у тебя есть? Нет, временной регистрации нет. Я вообще без регистрации. Понятно. Слушай, ну, Урал – это такой достаточно суровый регион. У меня лучший друг с Урала, и он мне очень много всяких забавных историй оттуда рассказывал. Были ли у тебя в жизни ситуации, когда тебе становилось страшно за свою жизнь? Ну, во-первых, Урал – далеко не суровый край. Я вот, например, в разных точках Урала побывал и не один год прожил. Я бы не сказал, что там что-то суровое. Это скорее так, некое клише, ярлык для территории. Нет ничего лучше уральской природы. Нет ничего надежнее уральских людей. Нет никого надежнее. Те люди, с которыми я жил, работал на Урале, у меня только вызывают теплые воспоминания. И всегда те дружеские контакты, которые были, они сохраняются и по сей день. Ну и надо сказать, что наш президент, именно президент группы компании «Картрос», он тоже с Урал. Поэтому суровость в этом смысле, наверное, тождественна надежности, а не каким-то негативным проявлением. То, что касается жизненного пути и неких рисковых ситуаций, наверное, когда мы молоды и пьяны, не сильно понимаем фактор риска, не можем его оценивать. Хотя сегодня, анализируя те или иные ситуации, сложные, жизненные, я для себя делаю определенные выводы и решения, которые сегодня в бизнесе, я их принимаю с учетом позиций и вот этих вот самых рисковых ситуаций вчерашнего дня, в том числе и спорта, где ты вспоминаешь, что мог бы рискнуть, но не рискнул, и тебе за это стыдно, как мужчине. Я стараюсь не повторять таких ошибок. Слушай, нарядный кабинет у тебя. Это у тебя специальная штука для костюма, да, я это понимаю? Да. Штаны можно повесить как раз. То есть ты приходишь сюда, полностью раздеваешься, полностью переодеваешься в нормальную рабочую одежду. Да, Станислав работает голый. Да. Только что проходили фудкорт, и у меня возник вопрос. А как ты питаешься? Ты приносишь с собой еду в контейнерах? Нет, я питаюсь, но бегу. Поэтому, где я успел перехватить, там успел перехватить. Ну вот смотри, если ты, предположим, в офис, ты спускаешься куда-то к кафешку? Да, да, кафе, ресторан. Здесь очень все хорошо с точки зрения возможности быстро покушать. А что ты предпочитаешь из еды? Чего-нибудь легкое, потому что бегать часто приходится. Так, давай посмотрим, что ты читаешь. Вот картинки, которые можно посмотреть. А, ты любишь книжки с картинками? Да, конечно, слушай. По-моему, это увлечение из детства у всех, книжка с картинкой. Вот это? Ромарио, давай покажем. Да-да-да, это не для общего рассмотра. А что такого-то? Да не, 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 Ромка, давай иди сюда снимай. Что же из такого-то? Так, а почему она тебе очень нравится? Ну, есть определенная. А, я понял, почему. Вот так вот давай снимать. Ты сказала, что нет ничего лучше уральской природы. А что ты выберешь? Где ты выберешь покататься? В Уральских горах или в Доломитовых Альпах? Я выберу родной Урал. А родной Урал лучше, чем Доломитовый Альпы? Конечно, лучше. Чего сравнить даже? Ничего-то. Просто спросил. Я-то тоже выбираю, естественно, Урал. Сколько часов в день ты работаешь? Обычно рабочий день начинается в 7.40. В 7.40 ты уже в офисе? Ну, или там на встрече? Ну, на встрече нет, в 7.40 на рабочем месте. А второе – это завершение работы после 9.00. Ну, именно после 21.00. А во сколько ты встаешь тогда? В 6.00. И в 7.40 ты здесь? Живешь… Я очень долго принимаю душ. Душ. Ты купаешься в ванной каждое утро. Да, да, да. Единственное место, где можно подумать спокойно. Ты принимаешь ванну с пеной или без? Нет, без пены. С солью. С морской? Ну, конечно. Ставлю класс тебе. Кстати, вот сказал тебе про «ставлю класс», что относится к социальным сетям, конкретных социальных сетей «Одноклассники». А почему тебя нет в социальных сетях? Ну, во всяком случае, я тебя не нашел нигде. С одной стороны, нет времени на это дело. С другой стороны, не очень понимаю формат. Слушай, если я туда размещу свою фотографию, то, наверное, у меня врагов будет больше, чем друзей. Почему? Ну, есть у меня такое ощущение. Да? Ну, а зачем мне еще негативные эмоции? Так считаешь себя хорошим парнем. А тут тебе… Не знаю, но у тебя внешность, но явно неплохого пацана. Почему ты думаешь, что если ты разместишь свою фотографию, то у тебя сразу появится куча врагов? Ну, там же будут писать люди, которые знают, мне не просто… А, понятно. Ты пришел кому-то дорожку, да? Ну, приходится иногда. Слушай, а ты вообще сам много используешь интернет? Ну, скажем так, на все время интернет заменил телевизор. И тебе в том числе? Да. Телевизор не смотришь? Нет. Так, хорошо. А что ты делаешь в интернете? Ну, помимо того, что там наверняка что-то гуглишь или яндексишь, до сих пор почему-то не придумали слово для поиска в Яндексе. Как ты используешь интернет вообще? Ну, как ты потребляешь информацию? Там так много красивых женщин на интернете тоже. Можно посмотреть и совершенно безболезненно. Ну, на самом деле, с утра ведомости коммерсанта РБК… Это все в электронном виде? Да. Как-то с бумагой все меньше и меньше. Хотя иногда очень приятно полистать. Именно бумажные издания. Не могу сказать, что я книголюб какой-то и книгоед, но иногда поддержать книгу, почитать тоже приятно. Возвращаясь к интернету, в течение дня редко, вечером, возможно, что-то из отвлеченных тем. Но иногда некие новости, которые возникают в онлайн-пространстве, о которых ты слышишь так или иначе, заставляют тебя туда занырнуть для того, чтобы посмотреть весь информационный фон. Итак, у меня в руках айфон Станислава Киселева. Значит, Станислав не любит читать сообщения. 159 непрочитанных сообщений. Ты социофоб? Значит, научился читать сообщения без клика. Первые 4-5 слов, которые попадают в строчку, дают тебе понимание о том, что тебе пишут. Так, что тут у нас? Стандартный экран. Ты здесь ничего не кастомизировал? Все как было, так и есть? Да. Не особо, да, пользуешься, я так понимаю? Ну, я в этом смысле консервативен. Ну, смотрите, кстати, электронную почту тоже Станислав не читает. Так, на втором экране. Телеграмчик, вайбер и ватсэп. Стандартный набор. Что из этого ты предпочитаешь? Не предпочитаю вайбер. Да. Вайбер. Мне даже говорить не хочется об этом. Телеграм или ватсэп? И то, и то. Ну, вот если надо выбрать. Телеграм. Дай кулачок. Чувачок, дай кулачок. Так, DJI. DJI, Go4. Ты блогер? Нет. Тогда что тебе здесь делает приложение DJI? Это подарок моих коллег. Это коптер? Да. Погас. А, успел. Так, и я вижу здесь world class. Ты ходишь, да, в фитнес-клуб? А, понятно. Пока что только установил приложение. Да. Абонемент-то есть уже? Нет. Слушай, а ты вообще жесткий руководитель? То, что не идеальный, точно. Мы себе ставили задачу уверенно выйти на московский рынок. Мы с ней справились. У нас сегодня одни из самых лучших и знаковых проектов в Москве, за которые нам не стыдно. Да никому не стыдно. То, что мы делаем в регионах, для многих, в принципе, непонятно, как это так склеить. Такие проекты с такой экономикой, чтобы уверенно существовать в горизонте больше пяти лет. Назови, пожалуйста, три, на твой взгляд, самых крутых проекта жилищного строительства на территории Москвы. С точки зрения архитектуры, дом на Мосфильмовской. Это первый. Яркий, интересный проект, который бросается в глаза. И мне понятен с точки зрения архитектурных решений. Близок. Второе, садовые кварталы. Я бы хотел там жить. Третье, это центр сети. Это то, что я бы хотел реализовать до последней капли задуманного. А все остальные проекты? Не такие крутые. Нет, я имею в виду, все остальные ты бы не хотел реализовать до последней капли задуманного. Нет, я понимаю, что то, что мы делаем из прочих проектов, требует на данный момент времени не такого внимания, не такой концентрации усилий, как центр сети. Туда сегодня все наши усилия, весь упор, по крайней мере, московского офиса. За этим проектом будущая компания. И это серьезный вызов с точки зрения маркетинга и продаж, с точки зрения технологий строительства, с точки зрения формирования продукта. То есть это проект-проект на самом деле. Я желаю тебе и всей твоей команде огромной удачи. А я должен сказать огромное спасибо моему коллективу. Спасибо вам большое всем. Все эти 40 человек, которые сейчас стоят за камерой. Спасибо вам большое. Да что уж там, 18. Спасибо тебе. Спасибо. Спасибо.